Глава первая. Мой путь к Headhunter. Моя история знакомства с Headhunter и рекрутингом как таковым делится на две части. Первая. Мое знакомство с основателями компании Михаилом Фролкиным и Юрием Веровцом состоялось еще в конце 90-х, когда я был заказчиком, и их кадровое агентство PeopleUnit подбирало топ-менеджеров нам в IBS. В компаниях, где я работал до Headhunter, IBS и Helios Computer, были достаточно большие HR-департаменты, поэтому все вопросы, связанные с подбором персонала, решались в рамках зоны ответственности моих коллег. До момента приглашения в Headhunter я не был пользователем этого сайта. Честно говоря, если бы меня тогда спросили, где люди ищут работу, я был бы сильно озадачен ответом на этот вопрос и предложил бы внимательно изучить свою записную книжку. Вторая часть истории произошла уже после паузы продолжительностью в пять лет, когда мы тесно не общались, но иногда пересекались в бизнес-пространстве. И вдруг летом 2007 года мне звонит Миша Фролкин и спрашивает, «Не хочу ли я попить чаю?» Мы встретились в районе экспоцентра в каком-то узбекском ресторане. Заказали волшебный черный чай с чабрецом, к которому я с тех пор сильно пристрастился. Так как мы где-то с 2000 года плотно не общались, я даже не знал, что это именно он стоит за Headhunter. Конечно, что-то мелькало в прессе, но крепкая ассоциация у меня не сложилась. В свойственной ему манере Миша рассказал, как они вместе с Юрой Веровцом создали и развивали Headhunter, как он продавал квартиру, чтобы найти деньги на бизнес и прочие истории, вошедшие в летопись компании. На этой же встрече он рассказал, как на них вышел уже известный стратегический инвестор и бизнес-ангел Юрий Мильнер из DST, тогда они назывались DST Advisors, и предложил купить контрольную долю в компании. Миша не планировал участвовать в дальнейшем управлении бизнесом, собираясь заняться какими-то новыми проектами, поэтому одним из условий покупки Headhunter Мильнером стал поиск профессиональной управляющей команды. Миша на встрече прямо задал вопрос, интересно мне это предложение или нет. Не буду скрывать, в то время у меня как раз возник интерес к интернет-бизнесу, так как этот сегмент для меня был терроинкогнито. Где-то на подкорке я перебирал какие-то возможности, разговаривал с хантерами на тему участия в интернет-проектах. Уверен, что Миша с Юрой точно знали из разных источников в рекрутерской тусовке, что у меня есть интерес к этой сфере. Да, в то время он был еще абстрактным, на уровне предчувствия, но, тем не менее, достаточным для желания принять активное участие во всей этой движухе, стать частью перспективного и в то время уже прочно стоявшего на ногах интернет-проекта. Скорее всего, это и явилось для них какой-то отправной точкой, чтобы они вышли на меня и начали этот разговор. До 2005 года мы варились в собственном соку, еще не зная, что получится, и что это может быть интересно какому-то внешнему инвестору. Да, мы зарабатывали какие-то деньги, но что это может стать какой-то большой историей, было еще непонятно. А в начале 2006 года, до появления Яндекса как возможного инвестора, нам позвонила легендарная женщина Эстер Дайсон, евангелист американской венчурной индустрии в России. Она очень любила Россию, многих людей знакомила, привлекала инвесторов, и, в частности, она нам позвонила и сказала, что будет конференция в Будапеште, где соберется много разных джобсайтов и инвесторов, и пригласила нас там выступить с презентацией. В апреле 2006 года мы съездили в Будапешт, сделали презентацию, получили шквал вопросов и поняли, что у нас получается что-то такое большое. А если это будет что-то большое, то мы с Мишей Фролкиным были согласны, что в этом случае нам требуется профессиональный управленец. Мы, конечно, не были менеджерами, которые могли структурированно управлять крупной компанией. Эти разговоры велись еще до появления Юрия Мильнера, и мы стали такого искать, и Михаил Жуков был кандидат номер один. Летом 2007 года мы с ним встретились, это было в параллели с переговорами с Яндексом. Поиск управленца с рынка не был инициативой Мильнера, просто так совпало. Юрий действительно сказал, что финансовые и операционные показатели компании надо полностью сделать прозрачными, провести аудит от кого-то из Big Four. Big Four или Большая Четверка – четыре крупнейших в мире сети компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Диллойд, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Мы ответили, что у нас есть кандидатура профессионального управленца, который возглавит компанию. Так мы познакомили Жукова с Мильнером, и Мильнер дал свое согласие. Миша и я знали Жукова еще когда тот работал в IBS. Я на него работал как подрядчик-рекрутер. И мы вдвоем продали финансового директора. С января 2008 года Михаил вышел на работу в Headhunter. Одновременно мы получили деньги от DST. Юрий Веровец – сооснователь Headhunter. После первой встречи я взял паузу на пару недель на обдумывание предложения. За это время я просмотрел деловую западную прессу, прочитал про Monster.com, Craigslist, компании, уже широко известные в Штатах, и стало очевидно, что другого пути и в России не будет, и рынок онлайн-рекрутинга совершенно точно будет большим. Я был уверен, что мне не надо будет тратить часть своей жизни, объясняя всему миру, почему надо подбирать людей с помощью интернет-сайтов. Я должен буду сделать так, чтобы это была лучшая компания, лучший сервис, лучшая команда, лучшие клиенты, лучшие вакансии и лучшие соискатели. Главную свою задачу я видел для себя в завоевании доли на растущем рынке, а потом только в наращивании или, как минимум, удержании. Моя ключевая специальность – корпоративная IT-инфраструктура, именно этим мы занимались в IBS, строили большие информационные системы и занимались проектами системной интеграции. В 2007 году передо мной стоял выбор – Сибур или Компьюлинк. Он пал на Сибур, с которым у меня уже была такая история. В бизнес-школе в Лозанне я учился с Дмитрием Коновым, генеральный директор, член наблюдательного совета Сибура, в соседних потоках. И вечерами русскоговорящие студенты собирались на, так сказать, неформальные встречи. В начале 2007 года он меня как-то нашел и сказал, что им требуется профессиональный взгляд на то, что происходит у них с информационными системами. Так я оказался в Сибуре. Предложение Миши Фролкина, сделанное через полгода, застало меня врасплох. Это, наверное, совершенно не тот поворот в карьерной траектории, который мы сами рекомендуем соискателям – отработать 2-3 года в одной компании. Что-то мне подсказало, что надо найти возможность сохранить хорошее отношение с коллегами из Сибура, но все-таки пойти в IT. И я сделал следующее. Сибур и «Газпромнефть» были, можно сказать, двоюродные братья. Мне было очевидно, что есть некая синергия между сибуровской и «Газпромнефтьевской» IT-инфраструктурами. В то время только зарождалось создание таких «ин-хаус» корпоративных центров обслуживания. Я пришел к своему тогдашнему руководителю Виталию Баранову с идеей создать единый центр IT-обслуживания, работающий на рыночных принципах, сделав из них единый, в котором у Сибура и «Газпромнефти» были бы равные доли. Эта объединенная компания будет заниматься обслуживанием информационных систем, включая системы связи, системы АСУТП и системы типа «Оракл» – ОИБС. Интуитивно мне все ответили «Да, это хорошая идея, которая позволит в том числе сэкономить приличное количество ресурсов». После этого я нашел людей, один был клиентом, другой – коллегой по АИБС, которых я мог смело рекомендовать на должность руководителя созданного департамента Сибура и на позицию генерального директора новой компании, которую потом так и назвали IT-СК. И когда проект постепенно стал приобретать реальные очертания, в сентябре 2007 года я сказал, что получил оффер и с моей стороны будет преступлением от него отказываться. Конечно, коллеги были не в восторге от этой новости, но, видя мою заинтересованность, мы в итоге пришли к согласию. До конца года половину времени я помогаю запустить рабочие процессы, а потом перехожу в Headhunter. Так и произошло. Формально я вышел на позицию советника генерального директора в первых числах ноября 2007 года и до конца года два с половиной дня в неделю входил в курс дел в Headhunter, оставшиеся дни участвовал в планировочных сессиях в Сибуре. И уже 6 февраля 2008 года присоединился к команде Headhunter в роли генерального директора. Самый долгий анбординг В первый раз я познакомился с Юрой Веровцом, когда сказал Мишу Фролкину, что готов взяться за работу. До этого момента он меня с Юрой не знакомил. С Веровцом я не был знаком и в предыдущих реинкарнациях Headhunter. Как-то так получилось, что я всегда общался только с Мишей. И после положительного ответа по моей кандидатуре от Мильнера мы с Юрой, наверное, в течение месяца встречались буквально через день и просто болтали на совершенно разные темы. Почти пять лет с момента моего прихода сидели с ним в одном кабинете. Это был очень долгий анбординг. Процесс передачи дел был максимально гладким. Мы работали с Мишей в одной комнате несколько лет и, соответственно, все встречи с сотрудниками мы проводили вдвоем. И все решения мы более-менее координировали. У нас возникло взаимопонимание и никогда не было противоречий конфликтов. Мы одинаково смотрели на вещи, коллективно принимали решения, но последнее слово было за Мишей. Я никогда не настаивал на своем решении, даже если был в чем-то не согласен. Максимум мог высказать свои соображения. Получился такой плавный переход в течение нескольких лет. Юрий Веровец, сооснователь Headhunter. Юра мне сразу честно сказал, что планирует примерно года через три, убедившись, что компания нормально развивается, выйти из бизнеса, продать свою долю и начать заниматься чем-то другим. Большая часть наших встреч проходила на Кржижановского, рядом с офисом Сибура. Там был лучший китайский ресторан в Москве. Подвал в соседнем доме, куда съезжались половины живущих в столице китайцев, и всегда возникала проблема с меню на русском, которых было всего два на два больших зала. Еще до официального выхода на работу у нас было несколько общих встреч с Мишей и Юрой, сейчас это назвали бы анбордингом. И когда я спрашивал, как и что у них устроено, и почему именно так, большинство ответов было в духе, ну, мы как-то сидели вечером, ели пиццу, обсуждали планы на будущее и почему-то решили сделать именно так. После этого мы поехали к Мильнеру, сейчас я даже не помню, о чем мы с ним разговаривали. Пожалуй, это было самое странное собеседование в моей жизни. И через два дня Фролкин мне позвонил и сказал, что начинаем работать. Мильнер сразу сказал, что он не стратегический, а финансовый инвестор. У нас страна по Жванецкому погрома неустойчивая, поэтому у него был горизонт в 3-5 лет, за которые он хотел увеличить стоимость Headhunter от 2 до 5 раз, после чего планировал также продать этот бизнес. В то время наши компании проводили IPO, первичное размещение акций на открытом рынке, в Лондоне или в Нью-Йорке, но не на NASDAQ и на NYSE. И Мильнер сказал, что это может быть отличный путь для нас. Со временем надо смотреть в сторону M&A, выбирать, какие еще активы подкупить, чтобы сделать компанию более привлекательной, и можно планировать выход на биржу. Это не было конкретной целью, не было поставлено мне как задача, ведь для любого менеджера увеличение стоимости компании не цель, а ежедневная работа. Это скорее показывало масштаб и горизонт ожиданий инвесторов. Мильнер понимал, что при таком подходе надо будет инвестировать в бизнес, поэтому сразу сказал, что будем договариваться, какую часть прибыли отдавать на развитие, а какую он как акционер будет забирать. Из этого сценария было очевидно, что лет пять уйдет на решение этой задачи, перспектива работы была видна. Но, честно говоря, я даже не помню, чтобы в тот момент звучало что-то о том, сколько мне надо проработать, в какой роли и так далее. Первая моя задача на повестке была достаточно очевидной, приведение в порядок финансов, процессов, организационной структуры, то есть требовалось заняться базовыми вещами, связанными с корпоративной системой управления. В сам продукт я стал глубоко погружаться уже сильно позже, после кризиса 2008-2009 годов. В первый год за мной были еще продажи и финансы. Юра Веровец продолжал отвечать за продукт и развитие бизнеса, а курирование маркетинга мы с ним делили поровну. Что касается программной разработки, фронтенда и бэкэнда, самого продукта, то с этими направлениями я почти не был знаком, но в архитектурах информационных систем разбирался уверенно. В то время основной проблемой в техническом департаменте у нас были не технологические, а управленческие проблемы, в решении которых мне приходилось влезать очень плотно и очень глубоко. Поэтому в первую фазу, которая закончилась вместе с выходом из кризиса, то есть до конца 2009 года, я разбирался с такими базовыми вопросами. Встречайте, Сео. Я не очень хорошо помню, как меня представляли команде Headhunter. Запомнилась фраза Юры, «Это Миша, он теперь будет вместо меня, он нормальный, не переживайте». Мне запомнилась еще пара моментов. Спустя пять лет мне кто-то пересказал, как Веровец собрал менеджмент за пару дней до моего появления в компании и сказал, что они с Мишей выбрали нового генерального директора, им будет Михаил Жуков. Можно навести справки, погуглить ФИО в интернете. И тут по компании пронесся крик ужаса. Не знаю, как быстро мне удалось поменять отношение к себе, но первая реакция была такая. Когда меня представляли менеджменту, я ужасно волновался, мне кажется, я в жизни так не волновался, даже на встрече с Миллнером. Я точно не помню, что говорил в тот момент, что-то вроде «Давайте договоримся, что вы все будете коллективно нажимать на педаль газа, желательно каждый на свою, а если что, на педаль тормоза смогу сжать я один и подруливать эту машину. Главное – быстро двигаться вперед. Успехи компании – это ваши успехи. Проблемы и неудачи компании – это мои проблемы и неудачи, поэтому давайте не бояться и двигаться вперед». В офисе в Сокольниках мы собрали всю команду в Большом зале. Тогда, наверное, было уже человек 50, и я сказал, что оставляю должность гендиректора, а новым теперь будет Михаил Жуков. Все заметно напряглись. Ему начали задавать вопросы. Один из вопросов – «А что будет, если произойдет конфликт между двумя сотрудниками? Как вы будете его разрешать?» На что Миша ответил, как говорил товарищ Бирия, «Если два коммуниста не могут договориться друг с другом, значит, один из них враг. У меня нет времени выяснять, кто из вас враг. Даю вам 20 минут, решайте сами». Этой шуткой он вызвал еще большее напряжение среди персонала. Юрий Веровец, сооснователь Headhunter.